Елизавета, здравствуйте! Вы известный в Алтайском крае теоретик и практик журналистики, профессии, в которой многие ее представители, ну как они сами говорят, разочаровались. Вы вообще когда-нибудь испытывали разочарование? Что вообще для вас журналистика? Здесь, наверное, надо разграничить, включу теоретика, профессия и сферы деятельности журналистика. В профессии нет, конечно, никогда не было разочарования, потому что профессия – это набор стандартов, компетенций, технологий, правил, этических норм. И ты заходишь в эту профессию, ты знаешь, эти правила, стандарты, они тебе нравятся, не нравятся, но ты их соблюдаешь, а мне они нравятся. И те правила, которые у нас установлены, мне кажется, они позволяют делать то, что мы должны делать. А вот то, как профессия функционирует сегодня, то, в каких условиях мы находимся, то, что делает человек с этой профессией, то, как он поступает со стандартами, правилами, это, безусловно, часто вызывает разочарование. Но профессия сама по себе ни в чем не виновата. Эта профессия прекрасна, она дает возможность постигать мир, делать открытие, делать мир лучше, просвещать, образовывать, информировать, да, и можно перечислять все остальные функции. Здесь все зависит от человека, какие он задачи перед собой ставит и какую цель он видит для себя в реализации вот в этой профессии. Из-за развития цифровизации и искусственного интеллекта некоторые эксперты говорят о том, что журналистике осталось жить, ну, не больше 10 лет. Вот что вы бы могли сказать по этому поводу? Очень сложно сейчас делать какие-то прогнозы относительно развития технологий. Давайте я приведу очень простой пример. Мы сейчас делаем детский проект в рамках такого большого проекта детского телевидения, такая первая ласточка, программы, тоже просветительская, научно-популярная, детская. И у детей была первая задача выбрать себе тему. А тему им надо было выбрать на букву, они были ограничены определенным образом. Вот есть набор букв, и на какую-то букву им надо выбрать объект, тему, о которой они будут рассказывать. И вот у мальчика буква И. Алтайский край, еще есть такое ограничение. И вот он приходит на очередное занятие, мы обсуждаем тему, да, такая редакционная у нас планерка, и он говорит, я нашел тему. Я буду рассказывать про индастырские курганы. Я говорю, что? Я думаю, господи, я знаток всех древних кладбищ Алтая, думаю, какие индастырские курганы? Неужели я что-то не знаю? Начинаю перебирать у себя, говорю, да нет, думаю, я говорю, вы уверены, точно индастырские? Я говорю, таких нет курганов, ну, это как минимум должно быть географическое какое-то название, индастыр. Думаешь, что это такое, Алтай, где это? И я начинаю у него спрашивать, а где вы это взяли? Он говорит, я спросила у GPT. И вот вам пока реальное противостояние искусственного интеллекта и меня, человека, который по археологии перелопатил все, что только можно. И я знаю больше, чем искусственный интеллект о всех курганах Алтайского края, это совершенно точно. И вот пока эта битва искусственным интеллектом со мной проиграна. Ну, я думаю, это пока, безусловно. Ну, 10 лет вот они дают. 10 лет, не знаю. Может ли профессия журналиста в современных условиях всевозможных ограничений все еще сеять разумное, доброе, вечное, менять мир к лучшему? Журналистика или журналист? Вот здесь всегда такой вопрос очень важный. Когда мы говорим просто журналистика, может ли быть журналистика честной? Нет. Честным может быть только конкретный журналист. Может ли быть журналистика вот такой, да, сеять доброе, вечное? Нет. Но конкретный журналист может. И это сегодня выбор каждого. Это сегодня выбор каждого. Достаточно сложный. Можно все бросить, от всего отказаться. Можно идти на компромиссы. Вопрос в том, где этот компромисс заканчивается, начинаются уже какие-то более серьезные вещи. Где ты уже подписываешь контракт с дьяволом. Это выбор личный. Но я думаю, что мы находимся сейчас в ситуации постоянного развития цифровых технологий. Мы никуда от них не спрячемся. И продолжать обучение этим технологиям надо. И продолжать обучение стандартам, правилам, нормам. Вне зависимости от того, что сейчас сфера находится в кризисе. И понятно, что по тем стандартам и правилам, по которым мы работаем в обычных условиях, сейчас работать невозможно. Но все когда-нибудь заканчивается. Мир всегда меняется. Времена тоже меняются. И журналистика так или иначе зависит и принимает формы и свойства того общества и государства, внутри которого оно функционирует. Меняется общество, меняется ситуация, меняется журналистская сфера. И меняется система журналистики. И, конечно, к этому надо быть готовыми. Это очень подвижная среда. И здесь, наверное, надо сохранять, в том числе, пытаться сохранять традиции, стандарты, правила, этические нормы, сохранять общую культуру, языковую и многое другое для того, чтобы, преодолев кризис, выйти на какой-то новый этап развития. А что может сегодня журналистика предложить детям? Первая – медиаграмотность. Я считаю, что детей надо учить информационной гигиене. Надо учить пользоваться цифровыми технологиями так, чтобы действительно они были инструментами. Не ты раб технологий, а они подчиняются тебе. И ты их используешь как хороший, очень удобный инструмент. Мы работаем с детьми все равно с нарративами. Сейчас же клиповое сознание, так или иначе, создает проблему, очень важную, и в том числе для детского сознания. Дети с трудом начинают создавать структуры, нарративные структуры, сложные, и выстраивать какие-то причинно-следственные, логические связи. Когда мы занимаемся журналистикой, когда мы занимаемся текстами, когда мы занимаемся созданием программ, мы даем им возможность работать в рамках этого большого нарратива, выстраивать структуры, драматургию, логику. Это потом поможет им в любой работе. Какой будет журналистика будущего, на ваш взгляд? Давайте немножко поразмышляем. Пока сохраняется тренд, безусловно, на визуализацию. Картинка все, текст ничто. Смартфон победил окончательно персональный компьютер. Соответственно, наладонник и формат наладонника будет подтягивать под себя все остальные технологии. И с этим наладонником придется считаться и дальше. И нам придется весь контент подстраивать под него. Тренд социальных сетей сохраняется. Да, у нас здесь серьезные изменения, потому что в поле изменилось игроков. И те социальные сети, которые были наверху нашей пирамиды в лидерах, и те, которые использовались активно для бизнеса, маркетинга, продвижения, сейчас идет некие изменения этого поля. И пока тяжело, я вижу, что этот процесс очень тяжелый для многих игроков. Ну, каким-то образом, я думаю, что это разрешится рано или поздно. Но социальные сети будут продолжать играть основную роль. Телевидение пока, пока, да, потому что мы находимся вот в современных условиях, оно немножко перестало терять, потому что теряло оно очень большие объемы. Аудитория в Европе глобально теряло по сравнению с Россией. Потому что Россия все-таки, она так же, как Италия, например, там север Европы – это читающий регион. Россия, Италия, Юг Европы – это смотрящий регион. Как Маклюэн их называл, цивилизация уха и цивилизация глаза. Вот у нас больше сильны такие фольклорные, архаичные традиции, поэтому мы скорее относимся к цивилизации, как раз которая любит телевизор. Хотя нам всегда же казалось, мы якобы Советский Союз, мы все такие читающие. Если вы откроете замеры, данные, вы увидите, что сейчас телевидение не так сильно теряет. Я думаю, что качество смотрения изменилось совершенно по сравнению с тем, каким оно было 15 лет назад. А вот качество смотрения другое. Это уже, знаете, как утюг, как холодильник и прочее. Это болталка, которую не смотрят, а слушают. И здесь бы, конечно, телевидению тоже задуматься. То есть, если тебя не смотрят внимательно, ты превращаешься в радио с картинкой. Ты такой подкаст. Как сохранить… Да, и главное – доверие зрителям. Сохранить просто – это должен быть качественный контент. В первую очередь. Это очень сложно, потому что качественный контент так или иначе требует не только технологические совершенные, и картинки монтажа и прочего. Но самое главное – это должен быть человек, который выдает качественную информацию. Он выдает что-то новое. Информация – это то, что всегда приносит что-то новое, что снижает уровень неопределенности. В чем проблема, опять же, кризис современной журналистики? Мы получаем очень много информации, которая никаким образом не снижает градус напряженности и градус неопределенности. Соответственно, это не информация, это шум. У нас очень высокий уровень шума. И, к сожалению, журналистская среда принимает в этом участие. Я очень часто включаю, в том числе и региональные. И я понимаю, что 80% того, что передает сейчас журналист, – это шум. Он мне ничего не дает. Вот и весь ответ. То есть нет хорошего качества информации. А почему этого нет? Это отдельная большая тема. Я думаю, что в ближайшем будущем, если мы говорим о перспективах, как раз надо будет менять вот этот подход. Большое спасибо. Спасибо.